Продолжение следует... Вернулись от участника с ником Шипастик, то есть его канал Все ссылки на участников проекта под видео И ссылки на тех, кто предоставляет ножи, тоже в описании под видео Я как бы буду озвучивать Здесь у меня два ножа Два ножа А вот я что-то, если честно, как-то даже запамятовал, каких два ножа Сейчас я посмотрю По одному мы с вами поговорим уже как бы конкретно А потом будет разговор и по второму Чтобы не ложануть, ничего лишнего не порезать Это, наверное, для веса добавлено Чтобы посылка была тяжелее Чтобы... Точно Здесь у нас... Ладно, давайте По факту поступления Короче, нож Джак 15 от компании Марсер Любезно предоставленный на проект вокруг Компания Солдат Удачи В принципе, Солдат Удачи компания довольно-таки известная И распространенная Много магазинов Во многих городах России она есть Ну, на всякий случай Ссылочка на компанию Солдат Удачи В описании под видео Также ссылка на группу ВКонтакте То есть заходите, смотрите, не сняйтесь, подписывайтесь Что мне нравится в компании В магазине Солдат Удачи Так это то, что у них очень огромный ассортимент То есть там есть из чего выбрать Они не сидят на чем-то одном Там на одном каком-то тупо Китае На одном российском производителе Там есть, грубо говоря, под любого, ну, скажем так, самого изощренного нажимана Можно подобрать любой нож Итак, Джак 15 Давайте непосредственно про сам этот нож поговорим Ну, по ножным, что я скажу То, что Кайдекс или АБС пластик Я люблю, в принципе Я считаю, что это материал вечный, долговечный Как бы, и ничего с ним произойти не может Так, а винт 1 они просрали Андрей К. винт просрал По-моему, он даже его не поставил Здесь уже док что-то сам колхозил Ну, не суть, как бы, получилось, в принципе Не на ногу, скажем так, отличается от заводских винтов Ладно, не в этом дело Теклок мне определенно не нравится Я его просто тупо не понимаю Я не понимаю вот этой вот супер затактичности Так как, ну, нож все-таки Ладно, сейчас я подойду к этому вопросу немного вплотную Кайдекс, ножны сделаны плотно Нож сидит вообще фактически мертвым Он даже там не двигается То есть вытрясти его нереально Как бы его нож не подвешивать Давайте, ладно, сам нож посмотрим Почему все-таки я снимаю вот эти вот распаковки Мне, как бы, важно показать вам Что с ножом стало после Пяти участников Да, по-моему, потому что один участник у нас Секира Сочи выбыл, грубо говоря Поступил он отнюдь некрасиво И, в принципе, так не поступается И вот что с этим ножом стало после пяти участников и жестких тестов На орешечке кромки А ничего нет То есть никаких заминов, никаких зазубрин Шип, конечно, управил там на мусате Но все тесты шиповские он прошел Джак-15, 8, хром-14, молибден ванади Если кому что-то говорит, что такое молибден или что такое ванади Можете посмотреть в интернете И сразу видно, что, видите, клин поведенный Повело этот клин у, опять же, Андрея Ка После его жестких нереальных тестов Хотя я, конечно, понимаю, что все-таки Проект по кругу Много народу обозревает один нож И нам надо что-то показать Из ряда вон такой выходящий Чтобы заинтересовать зрителей Чтобы зрителю было это интересно Но тут, опять же, ситуация такая Что все прекрасно понимают Что каждый нож, ну, скорее всего Скажем так, в кавычках заточен Под какую-то определенную задачу Если этот нож не, скажем так, лагерный тесак А, скорее всего, городской резак Коим вот этот является То, ну, батонить им, я думаю, смысла нет совершенно никакого Хотя, возможно, испытать его на батонинге бы и стоило мне Но его испытал уже Андрюха То есть, мало ли, в какую ситуацию мы попадем Все мы с вами носим с собой какой-то EDC-набор Все мы там таскаем с собой какие-то паракорды То есть, надеясь на то, что попадем в какую-то экстремальную ситуацию Ну, а почему не может случиться такое Что где-то мы с вами попали на необитаемый остров С одним Джак-15 от компании Марсер И нам приходится с ним выживать Понимаете? То есть, нам надо разбатонить там здоровенный пень Чтобы развести костер А сушняка у нас нигде веток не валяется То есть, сами понимаете То есть, нам сначала надо его срубить этим ножом Потом разбатонить Ну, ладно, это так, шутки Да, Клинт сильно повело прям в угору Вот пальцами чувствуется Конечно, как бы на работу На работоспособность это не влияет особо Но все же не особо это и приятно Так вот Почему я там не стал продолжать о этом ноже? Я считаю Вообще, по обзорам Вообще, когда мне нож попал в руки Я посмотрел на него Нож классный Вот реально он Знаете, он прям так вот как-то увесит Хорошо сидит в руке Во-первых, форма клинка у него Посмотрите, какая спуски Слеганца вогнутый Жесткий прям такой Ну, то есть, нож Прямо кричит о том Что он прям такой реальный резак Определенный прям такой резак, скажем так Хотя даже при своем, скажем Обухе Ну, где-то, наверное, 4 с лишним миллиметра А может быть и 5 Но есть здесь явно не 3 точно Вот Мне вообще этот нож показался Знаете, как его можно назвать Таким джентльменским фиксом То есть, для города Но он выглядит Посмотрите, он выглядит тут как-то реально Даже как-то, можно сказать, что стильно То есть, если вы где-то достали этот нож Он будет даже в городе Он будет смотреться Не как какой-то убийственный резак А просто как такой симпатичный ножичек А если вы его где-то достанете на пикнике На шашлыках При девчонках Сверкануть Да у вас отбой от них не будет потом Вот здесь Смотрите, решение вопроса с накладками То есть Здесь на рукояти у нас же 10 Обработано идеально Я, конечно, не хочу пить дифирамбы Компании Марсер Но весьма-весьма За свои деньги Нож сделан идеально Если посмотреть Как бы другие каналы Кто обозревает российские ножи Российского производства Нареканий бывает просто тупо куча Здесь же ножи делаются Ну, опять же, наверное В Китае Под немецким контролем Но Придраться здесь В принципе Как бы не к чему Винты Под шестигранник Что гораздо уже удобнее Что нам облегчает Ну, скажем так Разбор этого ножа Хотя я не знаю Для чего Нож с фиксированным клинком Вообще разбирать Ну Малый, конечно Может придется копье делать Вот он прям такой Хороший, тяжеленький Давайте, ладно Посмотрим, что у него с заточкой После нереальных тестов Наших участников Проекта Заточка Определенно Неплохая И бумажка у меня здесь Такая вот плотненькая Как вот Журнальная Да, в принципе Наверное Добавить нечего Пока Друзья Давайте-ка я Им слегонца Построгаю Для начала Мне очень интересно Не как он сам строгает Потому что Как он строгает Я в принципе Уверен То, что он будет строгать Хорошо Мне интересно Вот эта вот рукоять Потому что Под видосами Участников проекта Я видел Комментарий То, что Грубо говоря Ну, не всем Понятно Не всем нравится То, что Металл выступает За, скажем так За оплашки То есть Сделан как-то Заподлицо Понимаете Как бы Это в руке неудобно Кто-то говорит Что может быть Это будет натирать Там или еще чего-то У меня есть Как бы Уже мнение По этому поводу Но давайте Я все-таки Попытаюсь подтвердить И попробовать Как это Ну, грубо говоря Будет На моей руке Вообще То есть Здесь у меня есть Сухая Кусок сухой березы Жесткий Второй Березы Ну, в принципе Вот посмотрите За счет своих Вогнутых спусков И тоненького Сведения Из-за которого Его По большому счету Клины повело Вот здесь Появился бугор Нож Строгает Просто идеально Сухую березу Он срезает Отлично Если не попадете Чойлом На палку То есть Опять же К чему я клоню Вот это вот все И почему я это делаю Друзья Если кто-то Заострял внимание На том Что металл Выступает За пределы рукояти То, что это неудобно Будет натирать Что-то наминать Скажу, наверное, так Ничего натирать И наминать Он вам не будет По той простой причине Что я Скорее всего Думаю И я больше чем уверен Что даже Если вы себе И купите Этот нож Вы не будете Изо дня В день По 5-10 часов Им что-то строгать Да хотя Даже если вы И будете Это делать Строгать им По 5-10 часов Скорее всего Вы набьете себе мозоль И вам будет плевать На выступ этого металла Но Вот это вот Какая-то типа Как я не знаю Какая-то фишка Оно привлекает внимание И по большому счету Оно ни грамма Не мешается То есть Если вы вышли Там, я не знаю За грибами И вам надо Сделать какую-то Палочку Там, кустики разгребать Травку То Я не думаю Что вы За 4 минуты строгания Натрете себе руку Тем более Еще раз повторюсь Спуски И заточка ножа То есть Сведение Играет огромную роль То есть Им не так сложно Ну Им не так сложно Строгать То есть Вы Как бы Делать это с легкостью Чего вам Как тупым Объясняю Сами должны Видеть Сами должны Это все понимать Я думаю Что Скорее всего Бежать в лес И тестить нож в лесу По каким-то своим Скажем так Бушкрафтерским Туристическим Или аудорным Потребностям Ну смысла нет никакого Почему Потому что Я опять же повторюсь Что в первую очередь Это все таки резак Друзья А не рубак Понимаете То есть Надо как-то Разделять какие-то вещи Чем надо рубить А чем не надо рубить Чем стоит рубить А чем не стоит рубить Помидоры я резать Им при вас тоже не буду Так как вы можете Это посмотреть На канале У остальных Участников Проекта Я конечно подумаю Что можно для этого ножа Придумать еще Как можно его еще Потрестить Но По строганию Я считаю Что он отрабатывает Себя идеально То есть Даже могу наверное Сказать так Что большинство На youtube YouTube зрителей YouTube нажиманов Кто смотрит Кто там делает обзоры Они давно уже Для себя Какие-то ножи Определенные Подобрали То есть Они уже сделали Свой выбор То есть Этими ножами Они постоянно пользуются На остальные ножи Они просто делают обзор Все зависит Конечно от YouTube Негативный Или позитивный Обзор получается У него И Как бы Говорить мне Сейчас За то Чтобы вы бежали И покупали себе Подобный нож Я думаю Ну конечно нет Его надо прежде чем Покупать Его надо посмотреть Но Нож Классный Главное То Что в ноже Главное В ноже Вот в этом То что вы на него смотрите Вернее я на него смотрю И он мне вот реально нравится Просто Понимаете А это уже стоит дорогого Я не думаю Что человек будет Приобретать нож Тот который ему не понравился Ну скажем так Даже визуально Но если вы все таки Зададите мне вопрос Спросите как бы Для каких то Пикниково Шашлычных работ Подойдет ли этот нож Я скажу Подойдет идеально Он подойдет вам даже Для города Несмотря на его размеры Все таки Что туда бросить его Даже с его весом Таким увесистым Тяжеленьким Ну то есть Тяжеленький Увесистый нож Который сидит Так вот В приятном руке Понимаете Прям приятную Тяжесть придает руке Как бы И ты его чувствуешь А не то что Там непонятно что Да кстати Это второй Второй Нож от компании Марсер Предоставлен солдатам Удачи Тут был Джак 2 По моему Или Джак 1 Я уже честно сказать Не помню Этот Джак 15 Сучок просто Снес на своем пути Просто грызет деревьяху Как бобер Только на ура Самое интересное Вы посмотрите Насколько он ходит в пень То есть видно да Во Это в пень друзья А во что ни помягче Он может войти полностью Немного подумав И здраво рассудив Я решил короче Подвести по этому ножу Итоги По той простой причине Что Ну Огромное количество тестов Сделано Предыдущими участниками Да друзья Ошибся я немного Нож этот участвовал У нас Был У Троих участников К Сергею Петрову Он не поехал Так как он сказал Что Нож этому В принципе не интересен Как бы Время им заниматься У него особо нет Лишнего Ну ладно Это не суть Как бы Я думаю Наше мнение По этому ножу Вы можете посмотреть Тесты Как бы Сделать соответствующие выводы То есть Все ссылки на участников Проекта Под видео Зайдя в мои Плейлисты Вы можете найти Как бы Целый плейлист С видосами По проекту По кругу Там все Как бы Это и есть Итак Еще раз повторюсь Если кто-то смотрел Не сначала А друзья Нож мне Определенно понравился Нож имеет Какую-то Я не знаю Можно сказать Даже какую-то Харизму То есть В принципе Неплохие материалы Неплохая сталь Неплохая сборка Как бы Качественная Хорошая подгонка Здесь Нет никаких Огрехов Нет здесь Никаких Скажем так Косяков То есть Придраться здесь Абсолютно Не к чему Вот вопрос Почему То есть Немцы Могут Производить Ножи Хорошие Качественные В Китай А наши Россияне В Китае Не могут Производить Хорошие Качественные Ножи Наверное По той Простой Причине Что наши Перестают Это как-то Контролировать Или перекладывают Опять же Это на Кого-то Другого То есть Ну Простое Российское Халатное Отношение К своему Делу Общему А может Просто Как бы Люди Вольно Наемные И не хотят Париться За деньги Других Удобные Ножны В которых Нож сидит Плотно Подвес Подвес Мне определенно Не нравится Для города Мне лично Такой подвес Не подойдет Теклок Я вообще Уже говорил Что я не понимаю Сменить бы Этот подвес На какую-то Более Миниатюрную Более Простенькую Ту же самую Пистолетную Клипсу Я думаю Что будет сидеть Как бы идеально И вообще Меня это устроило Вполне Вот По самому Ножу Ну я говорю Еще раз Нож просто Красавец То есть Такой нож Не стыдно Достать на людях Не стыдно Его показать То есть Его форма Клинка Посмотрите Какие спуски Вообще Как он смотрится Грамотно Как он блестит То есть Черная рукоять Ну Все просто Идеально Вот это вот Особенно Мне нравится Вот эта вот Какая-то Увес Какая-то Его тяжесть В руке То есть Он в руке Сразу Берешь его И сразу Как бы Сразу Ты чувствуешь Этот нож То что Это нож А не что-то Другое У тебя По пятибалльной Шкале Оценки Я думаю Сюда можно Поставить Шесть Вообще Просто За идеальную Грубо говоря За идеальную Ну Скажем так Работу То есть Придраться Здесь Нечему Конечно Вопрос Насчет того Почему Повело Клин Показать Я вам Наверное Это не смогу Но Бугуру Здесь Реально Ощущается Я Ответить На этот вопрос Не смогу Друзья Я не знаю Почему Его повело Как бы Но Обратите Внимание Что При тех Тестах Где Повело Клин Может быть Просто Из-за Сведения Из-за Толщины Я не знаю Сколько Здесь Сведения Никаких Выкрашиваний На клинке Никаких Заминов Ничего Как бы Не осталось А Тест Лего В принципе По жесткому То есть Как бы Некоторые тесты Были даже Скажем так Не по назначению Для этого ножа Ну да ладно На самом деле Это интересно Стоит я думаю Посмотреть Как бы Грубо говоря Зайти В плейлист Проекта Покруга И посмотреть Все видосы По этому ножу И выслушать Мнение То есть Уже не только Сугубо лично Мое мнение А вообще Общее мнение Всех участников Проекта У кого этот нож был Я думаю Как бы Если кто-то Вдруг Захочет себе Этот нож приобрести И еще Послушать мнение Наше То он это может Сделать смело Тем более Нож стоит особо Ну недорого Скажем так Если есть желание То всегда можно Как-то накопить И приобрести этот нож Короче друзья Ссылки на магазин Солдат Удачи В описании под видео Ссылки на участников Проекта По кругу Внизу под видео Заходим Смотрим Не стесняемся Короче Ставим лайки И подписываемся На этом я думаю С этим ножом В принципе все Если опять же По старой доброй традиции Что-то мне взбредет В голову Я конечно сниму Я конечно вам его покажу Но на данном этапе Скажем так Проекта по кругу По этому ножу Уже все сказано Все сделано Так что друзья Как всегда Палец вверх Кто не ставит Тот вонючка За всем прощаюсь Всем удачи Всем пока